Если возможность подработать в каникулы у подростков есть, заявление можно подать в отдел спорта Центра детского творчества или в администрацию своей школы. Однако сделать это нужно было заранее, так как трудовая смена для подростков началась уже в мае месяце и продлится она до конца августа. Для 242 школьников совместно с Центром занятости населения организовано трудоустройство в 8 образовательных организациях и Центре детского творчества. В течение лета ребята будут участвовать в подготовке образовательных организаций к новому учебному году, выступать в роли вожатых в школьных лагерях, помогая воспитателям организовывать досуг младших школьников, а также ухаживать за школьными опытными участками. Более 800 тысяч администрация Фурманского муниципального района выделяет на заработную плату школьников, которая исчисляется из минимального размера оплата труда за отработанное время. Наши ребята работают в школах из Центра детского творчества полтора часа в день, но и за это время они приносят большую пользу школе, облагораживают школьные участки, готовят школу к новому учебному году. 44 ребенка из числа детей, которые особо нуждаются и зарегистрированы в Центре занятости населения, получат материальную поддержку в размере полторы тысячи рублей. Ну а остальные школьники, как я уже сказала, за полтора часа работы и работая в течение месяца, получат денежную сумму в размере 2270 рублей. Желающих подработать летом в трудовом отряде, как всегда, немало. К примеру, ученики седьмой школы начали записываться еще зимой. В нашей школе стала традицией организовывать деятельность подростков в форме трудовых отрядов. Все лето, начиная с мая и заканчивая августа. Ребята с большим желанием устраиваются работать в трудовые бригады, так как они имеют возможность не только заработать деньги, но и закрепить свои трудовые навыки, что, несомненно, пригодится им в будущем. Ребята учатся самостоятельности, ответственности, а также умению делового общения со сверстниками и взрослыми. Дел много. В июне и мае это, конечно же, бесценная помощь в благоустройстве нашей пришкольной территории. В июле и августе это подготовка нашего учебного заведения к новому учебному году. Ребята довольны. Они не только приносят огромную пользу обществу, но также создают красоту и порядок своими руками. Когда экзамены, сейчас в школе идут экзамены, мы приходим в школу к восьми. Если экзаменов нет, то мы приходим к девяти. Тоже на полтора часа. Обычно мы полим, копаем, очень часто поливаем, потому что сейчас дождей нет. И еще стрижем кусты, ветки, чтобы все было красиво. Это, кстати, наверное, мое любимое занятие. Интересно очень. Я записалась в трудовой отряд еще в феврале. Записалась для того, чтобы сделать школу еще красивей. И заработать немного денег. Сейчас мы сажаем новые растения разные. У нас очень большая территория, поэтому работы будет хватать на всех. И в июле тоже ребята много чего будут делать. Хочу, чтобы наша школа была не только внутри красивой, но и снаружи. Чтобы люди, которые проходили мимо, любовались нашей школой.